здравствуйте мои подписчики сегодня хочу записать для вас большое видео про то как я проходил ассестмент центр компании марс это было в конце октября 2012 года но только сейчас у меня появилось немного свободного времени чтобы обобщить эту информацию и представить ее вам более подробно я расскажу с помощью презентации и записи которую я сделал примерно через год после того как проходил assessment меня попросили люди рассказать как это проходит я записал но тогда я это не выложу сейчас я это оформил и предлагаю вам резюме как пускать разместил в интернете звонят типа алло вот как вы там хотите работать я говорю да хочу ну давайте поговорим ну вот так же говорим 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 с одной час поговорю с другой час позже с третий час поговорил он перезвоним все до сих пор перезвоним будет перезвонили только наверное из шести компаний из марса где на марсе ездил в прошлом году на марсе ну марс ну этот стикерс баунти ступина да вот там и я приехал меня записали в домике на территории завода от завода у них тайна не знаю сколько очень от домика до проходной идти 15 минут таким хорошим шагом таким это у меня от дома до центральной площади столько идти 15 минут и там у них был так называемый assessment центр центр помощи поступающим на работу типа того нас там было трое дураков которые хотели устроиться на должность инженера по надежности и у нас было четыре задания первое задание мы должны были показать презентацию роль инженера по надежности в работе производства компании марс название такое презентация должна быть по-английски а докладывать я должен по-русски причем задание выдали за неделю главное это все собрал всю информацию чтобы не переводить термины самое главное термины чтобы не переводить я примерно знаю как они на английском звучат вот и я прямо текст на презентацию накидал на английском языке кое-что от себя по-русски придумал перевел в угле был канцлай туда-сюда поправил меня 10 слайда показалось всего я вообще по правилам у них максимум на доклад 10 минут к я уложился в 6 у меня было страниц 5 у меня было текста я должен был рассказать я его за день я приехал за день воскресенье я пока в домике жил в этом я репетировал выходил учил у меня своя система запоминания вот я по этой системе учил накладывать текст на презентацию у меня отдельно были распечатаны слайды отдельно распечатаны текст и я у меня допустим первый слайд у меня на первом слайде я себя представляю то есть у меня фамилия моя на какую должность я и так далее и я как говорил у меня первый слайд это столб я на этот столб начинаю нанизывать текст в воображении ну такая система запоминаний просто вот и второй второй слайд это у меня этот забыл как ее двухколесное что-нибудь не знаю там велосипед хотя бы да вот потом третий треугольник четвертая табуретка вот на цифру 5 я представлял утюг можно представлять также например такие вещи как экскаватор или одноколесный велосипед на цифру 6 просятся игральные кости и шестеренки на цифру 7 коса и клюшка для гольфа на цифру 8 снеговик и например бабочка на цифру 9 лейка перевернутая лейка когда ею поливают грядки и головастик и запятая и когда я запоминал я нанизывал на каждую из этих опор потому что называется это метод опор потому что мы используем предметы в качестве опоры для запоминания опоры то есть подпорки которые позволяют нам потом эти предметы позволяют нам потом легко вытаскивать то что мы на них нанизали ну и так далее то есть я накладываю на на каждую цифру накладываю образ и таким образом запоминаю а потом я потом когда я пришел уже на место, а, нет, была засада в моей презентации, в одном из пунктов, не помню, то ли в шестом, то ли в седьмом, у меня были еще подпункты. То есть мне надо было придумать вот какому шестому, а шесть это холостя. Тебе так не хватило, да? Да, то есть я начал на них придумывать еще что-то, чтобы мне успеть на неизвестную презентацию нашла последовательно. Короче, крышка съехала, и я в этот день заснул. И меня разбудил сотовый телефон на этот звонок, будильник. И я пошел, и когда я уже пришел, я уже начал эти образы снимать. А получается так, что конвертация образов в текст погрешна. Правильно? Соответственно, слова, которые были написаны в тексте, они немножко разошлись с тем, что я рассказывал. Последовать нельзя, все только на память. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Гончаровский. Представляю вашему вниманию презентацию на тему «Роль и основные задачи инженера по надежности для обеспечения надежности фабричного оборудования». Для любого производственного предприятия важно поддерживать ритмичность выпуска готовой продукции. Современный уровень развития технологий переработки пищевого сырья и необходимость обеспечения безостановочной работы по точных линий предъявляют высокие требования к надежности оборудования, а также к эффективности и экономичности его работы. Надежность оборудования базируется на обязательном применении новейших средств, методов контроля и наладке оборудования кондитерских фабрик и требует комплексного подхода к решению инженерно-технических проблем. Без четкого представления о текущем состоянии оборудования невозможно сказать, насколько это оборудование соответствует требованиям надежности и долговечности. В связи с повышением сложности технологического оборудования моя роль как инженера по надежности заключается в том, чтобы обеспечить комплексную и своевременную диагностику текущего состояния оборудования, его техобслуживания и ремонта. На основе моего инженерного опыта могу сказать, что потеря работоспособности является следствием одновременного воздействия, случайных, внезапных повреждений и постепенных процессов изнашивания и старения деталей оборудования. Я считаю, что целью моей работы является управление техническим состоянием оборудования для достижения высокого уровня готовности к работе, работоспособности в процессе эксплуатации, снижение отказов при минимальных затратах как времени, так и средств на выполнение технического обслуживания и ремонта. Я считаю, что основными задачами инженера по надежности являются своевременное обнаужение дефектных деталей и узлов на работающем оборудовании, своевременное проведение техобслуживания и ремонта, обеспечение технически грамотной эксплуатации. Я думаю, что прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить какие детали требуют замены. Для их обнаужения мы применяем инструментальную диагностику и методы неразрушающего контроля. Из опыта могу сказать, что не следует запускать обнаужение и устранение дефектов, поскольку неустраненные дефекты склонны накапливаться и вызывать более значительные повреждения. Для исключения накопления дефектов мы проводим сбор и анализ статистических данных по дефектам и отказам. Это позволяет на ранних стадиях находить и устранять краневые причины их появления, тем самым повышая надежность оборудования. Поскольку осуществление работ по повышению надежности не должно влиять на работу поточных линий, мне необходимо находиться в постоянном контакте с производственными участками и совместно с его работниками планировать и корректировать графики ремонта в соответствии с планом по выпуску готовой продукции. План ТОИР позволяет определить потребности в запасных частях по количеству и ассортименту и поддерживать их запас на складе в актуальном состоянии. Для достижения технически грамотной эксплуатации необходимо поддерживать в актуальном состоянии техническую и эксплуатационную документацию, а также обучать персонал безопасным и сохраняющим приемам работ. Выполнение ремонтных работ, которые нецелесообразно выполнять силами предприятия, можно осуществлять с привлечением подрядных организаций. Бюджетирование – это еще одна из сторон деятельности инженера по надежности. Составление бюджета ТОИР позволяет понять, во сколько обходится техобслуживание и ремонт, спланировать финансовые расходы на будущие периоды. На практике. Иногда обращают основное внимание на совершенствование основных узлов изделия, опуская из виду, что причиной ненадежности и последующей аварии могут быть конструктивные узлы, носящие, казалось бы, второстепенный, вспомогательный характер. Обычно на высокую надежность рассчитываются именно основные узлы, основное оборудование. Определение фактического состояния вспомогательного оборудования наряду с определением фактического состояния основного позволяет сократить аварий. Использование современных средств подготовки организации ремонтных работ, таких как предремонтная диагностика, превентивная замена узла, выработавшего свой ресурс. Контроль качества выполнения ремонтных работ позволяет обеспечить безостановочную работу оборудования и увеличить его надежность. В настоящее время существует 4 системы организации ремонтных работ. Из них самыми перспективными являются обслуживание по фактическому состоянию и проактивное обслуживание. Постепенный переход от системы планово-предупредительного ремонта к этим системам приведет к минимизации отказов и сокращению срока вынужденного простоя. Я представил свое видение по вопросу, роль и основные задачи инженера по надежности. Считаю, что мои знания и опыт позволяют мне успешно справиться с работой инженера по надежности компании Марс. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. А вот это был первый этап. Все приготовили, мы трое приготовили презентации, мы их рассказали, все, перерыв. Я пошел гулять, там, где можно было погулять, у них там, нашел где-нибудь там вода. Я там, наверное, у них, наверное, литр-два выпил, пока там был. Жарко. Просто жарко, душно у них. Я не могу в такой жаре находиться, мне тяжело, у меня голова не соображает. И я гулял, смотрел, работают, они работают через петь колоду. У них очень-очень-очень узкое разбиение специальности. То есть там буквально вот чуть-чуть, там очень маленький участок, каждый человек отвечает. И участки перекрываются, то есть дублирование идет. Там, допустим, первый человек выполняет 10 функций, второй человек выполняет свои 10 функций, и причем в эти 10 включается одна из первого. Например, так. Что, допустим, если он ушел в отпуск, то это ему перекидывают. Такая у них структура, что я могу сделать. И получается так, что у них люди, хоть я смотрю, вроде работают. Смотрю, трое посреди офиса собрались, лясы точно о чем-то непонятном. Вообще, просто трое внутри скучковались. Солдат, солдат, служебный. Ага, вот-вот, да-да-да, именно так. Я хотел сказать, а ну всем быстро за работу. Больше трех не собираться. Вообще, ну как, я работал на маленьком предприятии, там, вообще там, знаешь, чуть-чуть. Все работают. Да, то есть у нас все работают. Потому что не работают, не будешь работают. Вон на раз, все работают. Вот, на часть. И все. Вот. А тут не стыковка такая в мазрах у меня. Как так? Как такое может быть? Ладно. Вторая часть. Так, а вторая часть была... Забыл. В общем... Ага, решить задачу. Нам дали бизнес-кейс. Там, короче, меня порадовало вообще. Я вот только-только закончил читать книжку Джека Митчелла. Ой, а как же она называлась? Там про магазин одежды. Он рассказывал, как он строил свою империю одежды. Джек Митчелл. Забыл. Вообще, слава вылетела на название книги. И задание было какое. Там, у какой-то там мэрии, магазин, белья. Она продает костюмы, она продает пальто, она продает сборки, она продает рубашки. И даны показатели. Ну, там, какие-то, сколько с чего продано, там, какая выручка и так далее. И вопрос. Она пришла к консультанту, консультант это я. И я должен ей посоветовать, в каком направлении ей дальше развиваться. То есть, что ей нужно сделать, там, производство расширить или магазин новый открыть. И что вы посоветуете? Я, в общем, я сразу скажу, им не понравилось мое решение. А что, там, она думала, может быть, затраты выпуск построить? Да, вот правильно, ты правильно сказал. Нужно было просто посчитать затраты и производство. Все. А, матрица. А я, да, правильно, матрица товаров. Правильно. А я же, как сказать, у меня мозги уже переключились. Ну да. Я, где-то, я же год не работал с ноября 2011-го. Я читал книжки по бизнесу, по маркетингу, по управлению. Вообще. И у меня мозги перестроились. Я, как бы, уже в производстве, я не, как бы, не охота мне, как бы, туда возвращаться было. И я им, с точки зрения маркетинга, это все разложил. Да. Только я не стал рассказывать про фронт-энд и бэк-энд. Словами такими простыми рассказать. Вот есть товар дешевый, футболка, да, его продают там на такую-то сумму. Я считаю, что за счет этого товара, за счет того, что они ищут этот дешевый товар, да, и можно объем сократить и выпускать костюмы на том же самом оборудовании. Ну да. Вот, соответственно, я беру расчет, рассчитываю, сколько это будет продаваться и так далее. Даю им раскладку. Соответственно, если они увеличат, и мысль какая? Чтобы не брать кредит, там была такая резка еще, что нужно кредит под это дело. По полмиллиона долларов где-то, в Японии дело было. Вот, я говорю, вот, чтобы не брать кредит, вот мы берем, уменьшаем количество футболок, соответственно, увеличиваем количество костюмов, и на костюмы, соответственно, у нас больше маржа, мы, соответственно, выиграем, мы получаем наш денежный покупок. Все. Ему это не понравилось. Потому что, во-первых, я не учел то, что у них было недогружено производство. То есть они работали всего 15 часов в день, а могли работать 24 часа, то есть круглые сутки. Ну да, смена там опять же идти. Вот, а я потом, когда они мне на это сказали, я такой, сейчас не соглашаюсь, и говорю, типа, да-да, я согласен, да, можно взять, мы оставляем ту же самую модель, то есть увеличиваем количество костюмов, мы ее в футболке не трогаем, хорошо, согласен, давайте так сделаем. И, соответственно, провожу опять расчет, причем, причем, что самое интересное, за все в это время, пока я говорил, там у них, там у них флипчар стоял, в этой, мы собеседование проводили, и я прям при них, там женщина, ну девушка, я не за сколько, может быть, 30, моего возраста, где-то так, плюс-минус, и она, мне калькулятор протягивает, я его беру, калькулятор, сам калькулятор в руке держу, им, ну типа, размахиваю, а сам продолжу описать. Ну, я все считаю и выдаю им циклы просто так, тв-тв-тв-тв-тв. Я на них уже не смотрю, все, я уже вошел, выезжай, бежит, бежит, бежит. Ничего не видно, все, все, видите, я уже здесь сам с собой как-нибудь разберусь. Вот, вот, и, короче, я вышел от них, короче, они меня, положу, 30 минут на все, на это. На 30 минут доклад, короче, на 25-й минуте, ну я смотрю на часы-почасы, где-то веселье, они меня отправляют обратно в комнату, где мы сидим втроем, типа, принеси все материалы, которые у тебя есть, те, которые ты писал, не взял с собой. А, все диссертации. Я все терял с собой бюро, у меня там было, я пока готовился, на листах А4 надо было все это расписать, у меня получилось листов 12, а я взял с собой только два. Два листа, и два листа, и два листа, и все. Вот, а оказалось, что они хотели другого. Они хотели, чтобы я посчитал норму прибыли на каждый товар, и выбрал из этого товара самую прибыльную, и предложил его производить. Понимаешь? Вот. Да, да, да. А зачем, вот у меня один интересный вопрос, зачем ты вот на эту должность? Тебе же нужно, по-моему, там, какую-нибудь технологию производства. Я потом, когда уже, я уже в поезд сел обратно, ну, это отдельная история, как я до поезд добираю. Я, когда уже сел в поезд обратно, такой, как же, как же, как же так, почему я, инженер по надежности, должен решать задачи экономического плана, который должен решать отдел маркетинга. Ну, да. И я такой думал, и следующая мысль, ну, я же правильно им предложил все. Ну, да. По сути-то, я это правильно, фронт-энд, бэк-энд, только я не произносил эти слова. И потом у меня такая мысль еще раз, а футболки же это фронт-энд, они же дешевые. Они поставят покупателей в магазин. А дальше, когда они приходят покупателей в магазин, продавцы их конвертируют на что-то еще. Апселлы, кросселлы и прочее. Ну, все. Как бы я, у меня в голове это все сложилось, так что я для себя эту задачу решил. Но именно это было не это. Соответственно, вот. Ну, дальше. Значит, все это длилось 40 минут, второй этап. После второго этапа нас отпустили поесть. То есть, как я закончил, пошел есть. И давали в столовую 140 рублей карточку, что я могу на 140 рублей бесплатно поесть. Я в 40 не вложился, потому что столовая там очень вкусная. Вообще, я там все понабрал. Все там вообще. И откровенно, я когда вернулся после обеда, я так закемарил, на час где-то закемарил. И приходит эта девушка, она из отдела кадров. Соответственно, с отдела кадров. А всего было четверо. Технический директор Андрей, как помню. Вот. Такой группа, такой мужчина. Не знаю, сколько я тоже. Муж 40-45 по виду. Но килограмм в нем, не знаю, сколько. Ну, не меньше 20. Сделает так вот вообще. Потом. И двое молодых. Один, видимо, тоже инженер. Ну, может быть, там, по модернизации. Может быть, по механику. Ну, одинаково, на одном уровне должности. И мой будущий начальник. Ну, линейный менеджер он называется. И вот они меня вчетвером выжимали, как могли. Вот. И приходит эта, не помню, как ее зовут, девушка. И она говорит, ребят, ну, время осталось. Вас мало. Давайте сделаем коллективный-коллективный тур. Что такое коллективный тур? Нас вызывают всех трех. Дают нам задачу. И мы втроем коллегиально должны ее решить. Кто из вас, Матина? Скажите мне, как художник-художник. Да, я сразу такой... Так. Надо успокоиться. Потому что народ у меня явно... Кто первый решил, тот... Из себя, да. Ладно, спокойно, значит. И сразу себе установки дают. Значит, не перебивать. Просить прощения, если перебил. Ну, и так далее. То есть все вот эти строки, чтобы для нормального... Максимального общения. Чтобы они стали в голову. Вот. И пошли. Сели. Напротив них. И нам дают задачу. Три человека. Мы должны защитить их права. То есть, каким образом? Это называется зарплатный комитет. То есть, мы собираемся и решаем, кому повысить зарплату, а кому не повысить зарплату. И нам дают условия. Там, допустим, мэри. Она прошла обучение. У меня была. Моя была протеже. Мэри, она прошла обучение. Она проявила себя на последнем рабочем... За последние месяцы очень хорошо. Она дала там прибыль плюс 10% производительности. Ну, и такие все показатели, которые объективные. И есть зарплатный фонд. И таких человека три. Там был охранник. Тоже с показателями со своими. То, что он помог... Разработал систему, предотвращающую росту на предприятии. И предложил ее руководству. И еще кто-то. Какой-то менеджер из какого-то отдела. Тоже показатели. И вот мы должны были... Там и зарплатный фонд. Премиальный фонд. Там 5500, по-моему, где-то было. Фунтов. Все в фунт. Я не знаю почему, но не суть. И нам нужно было распределить... Как бы сказать, разработать систему распределения этих премиальных по этим показателям. И мы начали обсуждать. Причем говорили двое. То есть там были два Юра. Не помню, как второго зовут. Ну, не важно. Вот они вдвоем начали обсуждать. Я молчу. Я молчу. Тут один из них говорит. Давайте мы посмотрим, ну, кого мы оцениваем. То есть какие... Давайте хотя бы зачитаем, как зовут наших кандидатов. А время ограничено. То есть нам на обсуждение дается 10 минут. 10 минут. То есть вообще это очень мало. Я говорю, я такой говорю. Да, да, конечно, называю по имени Сергей. Да, Сергей, давай. Я согласен с вами. Давайте зачитаем, как каково мы. Я начну первый. Я начинаю читать. Я прочитываю буквально две строчки. Просто вот. Из этого всего. Нет, 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 нет. Юра меня перебивает. Типа, Юрий Дмитрий, 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 давай, давай. Я вот сейчас формулу придумал. Давай мы ее прочитаем. Я замолкаю. Но если бы установку дал, не спорить. Все. Я замолкаю. Хорошо. И выкладываю свои файлы на стол. Просто. Смотрите, умеете читать верх ногами текст? А еще одно. Я частично могу верх ногами текст читать. То есть, если он просто лежит. И я такой в самом начале, когда две минуты было, еще пока все не могли понять, что надо делать. Я, видите, подглядел, какие у них эти показатели. Какая зарплата у одного, у другого. Какую премию он получал в прежних периодах. И так далее. И я понимаю. Я же подглядел. И я понимаю, что у моего кандидата шансы ноль. На эту премию. Потому что мой кандидат самый-самый лучший из трех. И что ему премию не так, не самый лучший. А тот кандидат, которому премию уже давали. В прошлом месяце или на прошлом зарплатном комитете. И так далее. То есть, как бы, не положено есть. Моей мэри или Маша, не помню. Я понимаю, что мне вообще лучше заткнуться и молчать. Мне просто вообще не рядом моя звезда здесь. Я с Юрой соглашаюсь. Ладно, считай, давай. Он начинает считать. Он начинает считать. А у меня уже лист исписан. То есть, ты уже решил. Я просто выписывал все показатели, которые у них на листах. Я себе выписал. Ну, подсмотрел, выписал. Все. И я смотрю на этот лист и понимаю, что Юра не прав в своей формуле. Ну, чисто по логике, по житейской. И я пишу для себя. Так, допустим. Маша, твои дочи, Мария моя, там, Джон, там, охранник этот. И кто там еще, ну, допустим, там, Смит. Не важно. Пишу эти имена. И сверху ставлю коэффициенты. Как бы я разделил. И у меня получается, допустим, одна пятая Мэри. Одна, там, третья, это, там, Джону. И остаток, там, охраннику. Ну, примерно так. Вот. И получается, что охраннику мы должны заплатить половину из этого всего. Этого котла премиального. Примерно, там, плюс-минус, там, может быть, 45%. Так. Какой правильный ответ? Я за это подойду сейчас. Это четвертый этап. Правильный ответ. Четвертый этап сейчас. Это очень интересно. Понимаешь, когда в этом участвуешь, то интересно именно проходить по отсечке. Прошел один этап. Тебе сказали, давай дальше. А там, лузеры есть на каждом этапе. Вот, да. Они отвечали себе, что оценки свои давали у себя в блокотиках ставили каждый из четырех. Но нам ничего не говорили. И что получается? Мы подходим. Юра начинает читать по этой формуле. Я ему подсказываю, что туда нужно добавить. Я участвую в процессе. Показываю, что имейте интересно. Они это любят, эти HR. Чтобы был командный дух, коллегиальность, все такое прочее. Я же книжки читал. Я же знаю. Не зря книжки читал. И он начинает читать. И он поставляет свои данные. И у него получается что-то плюс 50%. То есть мы должны отдать этому человеку, за которым Юра, мы должны отдать половину этого фонда. Круто. И я начинаю по этой же формуле считать свою продажи подопечную. И у меня получается, что она должна наоборот вернуть премию обратно в ко мне. Вот все, что она получала, у нее там премия была, допустим, тысяча фунтов. Она должна от этой премии отщипнуть треть, то есть 30 фунтов, и отдать ее обратно на предприятие. Вот по этой форме. Понимаешь? Я понимаю, нет. А я это считаю в уме. Понимаешь? То есть как я считал во втором этапе в уме все. И здесь тоже. Я такой, нет, 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 надо его остановить, а то сейчас вообще никто ничего не получится. И он-то задумывается. Он такой говорит, нет, что-то здесь не так. Я ему говорю, да, Юрий, вы, наверное, ошиблись. А вот посмотрите, я предлагаю ему сделать вот так. И показываю ему свои цифры, которые я написал минут пять назад, про которые я говорил. Пятая, одна третья, одна вторая. Ну, примерно. Я сейчас уже не помню. Вот так вот если распределить, как возражение есть у вас. Вот у вас есть возражение против вот этого распределения. И они начинают обсуждать вдвое. Не помню, что, но начинают они что-то обсуждать. И тут модератор нашего собрания говорит, цихи, цихи, да люлю. Все. У вас осталось пять секунд. Выбирайте, кто будет докладывать. Я такой говорю. Я предлагаю, чтобы докладывал. Юрий. А он напоти меня сидит. Я рок-копер мой не буду. Я предлагаю, чтобы докладывал Юрий. Он такой на меня. Такой удивленный взгляд сделал. Я говорю, да. Он такой сидел, сидел, сидел. Я не знаю, с кем он сидел. Наверное, секунд, наверное, два. Думал, как же ему быть. Или свою версию полкать. Или мою. Потому что этот третий, он вообще ничего не предложил. Конкретного. Кроме того, чтобы посмотреть, прочитать всех кандидатов. И он начинает говорить, рассказывает все, что мы рассмотрели. Ну, ты же, про вся водная часть. Потом мы решили сделать вот так. И предлагает мой вариант. И его берут на работу, да? Про работу сейчас. Успеем про работу поговорить сейчас. Про работу самое интересное. Кого взяли, это самое интересное. Понятно, что он меня не меняет, да? Ну, понятно. Мы опять уходим в комнату для совещания. Нам дают 15 минут для того, чтобы привести себя в порядок. Помыться, охладиться и так далее. Я же первый иду. У меня-то фамилия выше всех. А тут еще один момент. Форс-мажор. Ну, как бы так вот. Временный. Временной. Форс-мажор. Главное, правильно удаление поставить. Связанный с временем. Так лучше сказать. У меня поезд. И мне заказали такси. То есть у меня остается там буквально полчаса. То есть вот если я, вот сейчас 15 минут проходит, я отдыхаю. Я захожу к ним. И у меня есть полчаса, чтобы с ними переговорить. Извините, я на поезд. А вы со своими кандидатами. Нет, нет, нет. А они все знают. Потому что они заказывали билеты, они заказывали такси. Все. А потому что, смотри, какая интересная ситуация. Они оплатили мне просто дорогу. Купили билеты за свой счет. Муции. Да. То есть туда я ехал на поезде на Орловском, на электричке, которая идет вот в 7 часов у нас из Орла. И в Москве она без 10 и 12. Вот потом они меня забрали на такси из Москвы, привезли в Ступино. В этот домик. Домики классные. Трехкомнатные. Кухня, душ отдельно. И так, раз, два. Да, да, да. И телевизор. И даже есть тренажерный звук. Я там железки потягал. Так. Ну хоть железки потягал. Да, ладно. Причем классно. Третий этап. Значит. И мы... Короче, я прихожу. Ну, они говорят, садитесь. Последний этап, будем с вами разговаривать. Кто-то из мужиков, не помню. Можно даже директор. И вот для меня последний этап, это был просто вообще... Они меня выжили все как лимон. Я там как уши на сковородке вертелся. Самый... Вот они дошли... Я рассказываю про то, как я работал инженером, ну, раньше. На предприятии. И тут такой вопрос. Вот вы говорите, что... И рассказал им про то, как у нас полетел этот двигатель на работе, этот постоянного тока. Ну, я говорю, вот так и так. Провели техобслуживание, схему ЭПУ, электронное управление этим двигателем. И там прошло не так, два дня, и он сгорел. И мне тут этот инженер... Самый нервный, кстати, среди них был. Он сам, может, самый молодой. Он такой говорит. Ну, Дмитрий. Таким еще тоном. Остальные все спокойные были. Он единственный такой взвинчатый. Вот вы сами подумайте. Ну, может быть, этот вот электронщик, который вам делал этот ЭПУ, может быть, он что-то там неправильно сделал, и он сгорел? Он самая слабая взрывная. Да, и поэтому он сгорел. Я такой... Я понимаю, что он прав. А слова назад не вернешь. Я начинаю крутиться. Как? Как мне вырули из этой ситуации? Я говорю. Ну, может быть и так. Может быть, да, он ошибся где-то неправильно там... Отремонтировал неправильно. Что-то неправильно соединило. Может быть, такое. И он такой следующий вопрос. Опять же, таким же тоном есть на иголках. Типа, а вот если... А вот если вот... Они вас все время обманывали. Вот этот электронщик и электрик. Вы же сами сказали, что у вас были в подчинении электронщик и электрик. А если они вас постоянно обманывали, то как? Вот скажите мне, как вы могли определить, обманывают они вас или не обманывают? Я такой, я так посижу, у меня так все внутрь упало, мыслей никаких нет. Я такой, я не понимаю, понимаешь? Я не понимаю, что им ответить. Я не за это, я молчал. Может, минуту молчал. То есть время потерялось тоже. Две минуты я молчал. Я такой, за это, я сижу. Как тяжелые камни. Приходит, сразу падает на дно. Приходит и потушит все не то, это все не то. Я такой говорю. Такой правильный ответ. Они мне сказали. Я такой говорю. Да, возможно, что они меня и обманули опять соглашаюсь. Потому что как бы уже не спорить, да? Да, что я буду с ними спорить, потому что правда себе дураку показывать. Такой я, ну что? Ну да, возможно, они меня обманули. Ну вот смотрите, вы не специалист. Он не продолжает дальше, да? Уже так покрылся. Вы не специалисты. Кто не знает, кто не знает. Как вы не сможете проверить? Что там такое? Я вообще такой смотрю, дурьму на них. Я, конечно, понимаю, что он прав. Что дать. Как-то должен проверить работу специалистов, потому что я не знаю, как они работают. Действительно, я не знаю в электронике, в электрике. Я мало соображаю. Потому что я механик по названию. Я такой ему отвечаю. Ну как можно проверить их работу? Если оборудование запустилось, на холостом ходу, значит, они сделали свою работу. А если они где-то что-то неправильно сделали, значит, оно на холостом ходу не запустится. Или же на холостом ходу будут выявлены какие-то непадки, которые можно устранить. Вроде бы логично все. Я просто не знал, что еще им ответить. Он опять тот же самый вопрос, как-то по-другому его перевернул. То есть даже у меня не отложилось это в памяти. Как он это? Я понимаю, что это тот же самый вопрос. То есть понимаю. Но повторять то же самое в ответ, я ему говорю, так начал уже в философию вдаваться. Ну вот вы понимаете, что... Да, вот у нас было трое человек работало. Я... Ладно, сейчас я быстро расскажу. И вот я механик, и они двое, электрик-электронщик. Мы с ними работали всегда вместе. То есть я всегда выходил, когда какой-то из поломок, я всегда выходил вместе с ними и вместе с ними ремонтировал. Вот такой вопрос. Он опять повторяет вопрос. Я говорю, ладно, все, я понял. Я не могу ответить на вопрос, я не знаю. И вот этот такой вопрос задает. Вот, а как? Вот, допустим, хорошо, это все прошло, ладно, все, вы это все прожили. Он, ну, типа, так, такого. Он не так, не типи словами, но по смыслу так, такими. И он говорит, вот если у вас такая ситуация здесь будет, вот что вы будете делать? Я говорю, надо посоветоваться с кем-то. Он говорит, с кем-то. С кем посоветоваться? Я говорю, ну, позвать еще, допустим, если электрик, то позвать еще одного электрика, чтобы он сказал свое слово по этому вопросу. Он говорит, ну, хорошо, позвали вы электрика, он вам другую мысль выделил. Что вы будете делать? Я такой, я такой вообще такой. В общем, он меня загонял в яму. Он меня подвел к яме и уже начал... Ты попался. Да, ну, я попался просто, я не знал, что ему ответить, честно. Вот. И я говорю, ладно, я со... Тогда я уже совсем сдался, я понял, что я не смогу вырулить на нормальных отношениях, без нервов, без срывов, не смогу им ничего такого литературного сказать по этому вопросу. Я говорю, я бы сделал... как он? Я бы сделал... Попросил бы первого электрика сделать, чтобы он сделал свою работу, потом бы запустил оборудование на холостом ходу и проверил работу, оно или нет. Ну и чувак, какие проблемы? Вот. И он сидит и, короче, он что-то еще начал спрашивать, я уже в отключке. То есть я... У меня уже перестала эта реакция идти. Мгновенно или какая-то еще. И дальше все как в тумане. Потом они меня отпустили, типа, ладно, все, идите, вас машина ждет. Давай, до свидания. Пришли, да. И я уехал на такси. На этом. Ну, это же братец такси, то есть кавычка такси. Вот. И я попросил этого мужика, чтобы он меня остановил где-нибудь на дороге, чтобы я прошел свежий воздух, потому что невозможно было. Я там в машине, чуть у меня там приступ не случился. Вот. И я подышался свежим воздухом, я попросил его довезти меня на метро. На метро я доехал до вокзала, поменял билеты. У меня билет был на поезд, который шел в 19.40. А я на вокзале был в 5. Значит, они покупали мне билет, чтобы я приехал и уехал. И я поменял этот билет, который обратный, и я еще получил деньги 450 рублей. Как будто поработал. Я же поработал, я думаю, во, вот это я хорошо сделал. И я пошел, не на все деньги, там 200 рублей. Купил себе еды на обратную дорогу. Я вернулся на наши электрички, которые ходят в Москву. Орел вечером, в 6 вечера она ходит. Вообще. Я там поел, поспал, короче, вообще в этой электричке. Я уже был вообще такой. Я уже, когда уже на подъезде к Харлу такой, а, да и... Ну, короче, я не так, конечно, сказал. Я матом сказал. Вот. Ну, и да фиг с ней, ладно, пускай. И мне там через сколько там, в среду, это в понедельник было, в среду звонит девочка из агентства. Ну, я через агентство оформлялся. И она говорит, типа, да, сейчас скажу, кого взяли, да, сейчас. Там я рассказал только последнюю часть. Там еще до этого были отборочные тапы, которые длились два месяца. Ты надо книгу написать. Пишу когда-нибудь. Вот. Это интересно настолько, что вот просто я хотел, когда вернулся обратно сюда, я хотел тренинг сделать. Как пройти работу, да, как пройти ассоциальный центр. А потом до Яндекс вышел, ну, как проверяется. Там уже есть. Нет, нет, нет. Запросы плюс стоимость клика. Ну, это проверка. Есть вообще интересы или нету? Во-первых, нет интереса, нет целевой аудитории. А во-вторых, те, кто ищут работу, у того чаще всего денег нет. Поэтому платить некому. То есть даже если сделал, то денег с этого не стоит. Все. То есть, ну, тышку можно прицепить. Ладно, буду экспертом. Вот, ну ладно. И она мне звонит, говорит, Дмитрий, мне звонили с Марса. у меня для вас неприятные новости, вас не взяли. Дмитрий, Дмитрий, но вы, она мне такая по улице иду такой, я говорю, и у меня такой, такой, и сразу у меня два-два-другие пакет, другой телефон, я такой пакет. слава тебе, Господи, про себя. Ух ты не взяли. Я бы с ними просто не смог бы работать вот с этими людьми. Просто я бы просто посмотрел на них, какие они все отрешенные от мира, у них все хорошо. Ладно, неважно, не суть. И она говорит, ну вы не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Понимаете, Дмитрий, ну вот никого из вас не взяли. А, даже, ну вот это, ну что новости. Вау. А скажите, вот у вас какое вот впечатление о других кандидатах? Вот тоже скажите, какого бы вы были на их писти, кого бы вы взяли? Я говорю, я бы взял Юру. Вот Юру я бы взял. Потому что он вот очень хорошо. Просто по формуле нужно считать. Потому что он вот хорошо, он и специалист хороший, и вот и умеет хорошо разговаривать. И, в общем, а вот второй, я забыл, он, может быть, он не выспался, потому что он приехал на машине, он опоздал, не знаю. Вот что-то с ним было не то. То есть, может быть, он не выспался, он не смог себя... Надо выспаться. Да. Я выспался. Я, 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 что в 10, наверное, в этом домике. Вот. Ну, впечатление, вот я сколько уже прошло, это было в конце октября, того впечатления, просто, понимаешь, там суть в том, как ты можешь реагировать на нестандартные ситуации. То есть, если у тебя формула в голове, то можно ее поюзать. Если нет, то, значит, выкручиваешься теми силами, которые есть. Понятно. Я выкручивал... Лучше формулу помнили. Да, 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 Ну, там даже те, кто с формулами, вот там, по-моему, вот пацанчик второй, который не Юра, он, по-моему, с формулами все решал. Я видел у него этот... Решальник. Но его тоже мы взяли. То есть, опять же, не по этому каким притериям они оценивают. То есть, и, опять же, как... В фирме свои. Где-то я форум видел. Те, кто на Марс ходили на этот форум. Кто собрался на Марс. Да. То есть, получается так, что они подбирают людей под себя. То есть, чтобы с этими людьми было легко работать. То есть, они берут не специалиста на работу в чистом виде, они берут личность. Вот здесь уже 30 лет. То есть, нам было там примерно 30, плюс-минус. Скорее, минус. Пока я досижу, у меня уже тоже будет. 7, по-моему, второму 29, 9, по-моему. Ну, короче, где-то мы так. То есть, к этому времени уже все. Ты уже не поменяешь человека. Это уже как есть. Ну, да. Вот он есть такой. То есть, ты можешь ему сказать, что ты должен сделать сегодня вот это. И дать ему список, да, вот этот список. Где 10 дел. Сделай это вот это сегодня. Я возьму этот список, грубо говоря, и я не буду его решать по порядку. Потому что я понял, что по порядку у меня не работает. Я буду по порядку решать в два раза дольше, чем в разброс. И я начну, допустим, делать шестое дело, потом десятое, потом третье, потом второе, ну и так далее. И получится так, что когда он придет проверять, допустим, в обед, после обеда, что ты сделал, покажи. Я ему, вот, и вываливаю ему все дела, которые в разнообразии сделаны. А начальник иррационал, допустим, да, иррационально все смотрит, что все, мне спаковать вещи и уходить? Ну, как бы, я просто не могу это сейчас, так сказать, аналогически не могу это рассказать. Спасибо за внимание, за то, что дослушали до конца мой рассказ о том, как я проходил ассессмент-центр в компании Марс. До новых встреч, всего вам доброго.